Девушки отдыхают Разворотся, так или иначе, у нас обе темы будут связаны с весной, да, получается? Ну да, одна со знаком плюс, я бы сказала, даже плюс-плюс. Во всем можно находить плюсы. Вот, а вторая, можно сказать, что несколько со знаком минус. Тревожная немножко, да? Да. Тревожная, опасная немножечко для жителей городов Кировской области, в первую очередь. Ну, привычная такая опасность. Да, календарная зима, весна, вернее, уже, да, наступит совсем скоро. В пятницу это произойдет. Уже на этой неделе. Да, и особенно приближение весны чувствуется вот в такой день, как сегодня, солнечный, припекает немножечко. Ну, если точно говорить, то во втором части будем принимать гостей из Ботанического сада Вятского госуниверситета. Расскажут они нам традиционно, мы начинаем весну, по-моему, да, примерно в одно и то же время. Да, где-то конец февраля, начало марта с рассказом о новом сезоне в Ботаническом саду. Ну, насколько понимаю, сейчас вся жизнь сосредоточена в Ботаническом саду в Оранжерее, где температура воздуха даже в морозы 20-20 с небольшим градусов. И уже с нашими коллегами, журналистами, несколько дней назад сотрудники Ботанического сада поделились тем, что самые удивительные, уникальные тропические растения сейчас в Оранжерее цветут. А, то есть ожили, да, уже все, у них уже весна в полный раз. Да, конечно, у них замысловатые очень названия, трудно не специалистам выговорить и разобраться. В общем, непосредственно к сотрудникам Вятского госуниверситета мы обратимся, да, после 13.00. Ну, а тема первого часа, далеко не первый раз нам повод обсудить ее дал губернатор Александр Соколов. Вчера на очередной планерке он дал задание в течение недели почистить крыши или дворы? Крыши только. И я так понимаю, что речь идет о крышах. Да, крыши имеется в виду многоквартирных домов, располагающихся на территории нашего региона. И, кстати, мы задаем вам сегодня в ходе эфира вопрос, в телеграм-канале он опубликован, Кировград, заходите, еще раз повторюсь, и голосуйте. Крыша дома, в котором вы живете, имеется в виду многоквартирный дом, она почищена к сегодняшнему дню, вот к этому моменту? Ты думаешь, люди это знают? Они же не видят, у них же нет коптеров, чтобы посмотреть. Мне кажется, все мы должны тянуться вот к этому солнцу весеннему, поднимать глаза вверх. Смотришь на солнце одним глазом, вторым на крышу, почищена она или не почищена. Слушай, ну если это скатная крыша, еще можно посмотреть, там на ней видно, да, и сосульки могут висеть опять же. В общем, с небольшими ответвлениями, но на данный момент результаты голосования выглядят так. По третьему у нас практически набрали все варианты ответа, то есть да, почищена, нет, не почищена. А третье не знаю? И не знаю, да. Ну, логично. Тот, кто не заглядывает туда, что там происходит. Ну, там, конечно, многое зависит от того, насколько активна ваша управляющая компания. Если у вас старший по дому, который следит за этим, за всем, да, вот, если какие-то ответственные жильцы, которые постоянно управляющую компанию тормошат, говорят, опасность, давайте чистите у нас тут, дети ходят, бабушки возвращаются из магазина, не успеют отбежать вовремя и прочее. Или же нет. Да, ну, что касается сегодняшнего дня, я утром сегодня успел и проехаться по городу, и прогуляться по городу. Два места я видел, где чистят действительно крышу. Один дом многоквартирный на улице Воровского, в районе пересечения с улицей Сурикова, и второй дом рядом с Горького, так скажем. Ну, не знаю, как оценить... Это Ленинский район? Да. Не знаю, как оценить такую активность. Ну, подожди, может быть, еще просто, не знаю, там они где-то в других местах. Ну, не развернулись еще, как... Где-то не там, где ты видишь, они работают. Да. Ну, кстати, в соцсетях в этой зимой, периодически ты видела, наверное, появляются сообщения о том, что чистят без страховок. А, нет, я не видела, но я предполагаю, что может такое быть. Занимаются этой работой, не знаю, с чем это связано. Может быть, их так экстренно туда загоняют, что они не успевают предусмотреть. Ну, может, это просто люди такие бесстрашные, не знаю, может, у них парашют есть. Может быть, они изначально как-то не настроены пользоваться этими методами. Не знаю, в чем дело, но переживаешь за этих людей, которые работают. Ну, конечно, да, это понятно. Вот, ну и надо сказать, что очистка крыш, она всегда сопряжена с тем, что если на крыше снега прилично, да, то после очистки крыши возникают проблемы уже другого характера. То есть во дворе, в том числе возле подъездов на проезжей дорожке, лежат глыбы, груды снега. Этот снег управляющая компания тоже должна убрать, вовремя должен приехать трактор. Ну, и надо понимать, да, что сейчас и в городе тоже такая ситуация не самая простая, потому что, я так понимаю, весь снег, который у нас высыпался, его вывезти не успели. Все эти кучи еще до сих пор лежат. Вот, насколько я понимаю, опять же, контракт изначально, который был предусмотрен по вывозу снега, он был исчерпан, не знаю, там продлили его. Причем он увеличенный в этом году был, да? Продлили его, не продлили, да. Сумма была побольше. И вот вопрос, куда управляющие компании будут все это складировать, и вообще должны ли они это все куда-то убирать, или могут оставить в дворах, пусть оно само тает, а если двор поплывет. Кстати, глава региона об этом тоже говорил, да, о том, что надо... Беспокоиться за ранее, куда снег, вода уже будет. Алена Дудникова к нам присоединяется, руководитель Государственной жилищной инспекции Кировской области. Алена Александровна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте мы сначала напомним такую, не знаю, теоретическую часть, да, все-таки. Вот сейчас, в течение недели дано распоряжение губернатора очистить все крыши в регионе. Это насколько реальные требования, скажем так? Ну, то есть успеют? Ну, учитывая, что у нас сейчас начинается период по тайке, и к концу недели дождается плюсовая температура, то понятно, что эти требования соответствуют и 170-му постановлению гостроя, и обязанностям управляющих организаций. У большинства управляющих организаций уже составлены планы графики выполнения таких работ, ориентированные как раз на погодные условия. И на сегодняшний день мы видим, что управляющие компании такие работы проводят. Нет, я посмотрите, почему спросила. Мне кажется, что все-таки количество людей, которые могут чистить крыши со страховкой или без страховки в нашем городе, оно не настолько велико. То есть не каждый второй, условно говоря, может взять лопату и полезть на крышу. И ведь управляющая компания, у нее, ну, как бы тоже ресурсы небезграничны. Это, наверное, как с тракторами в сильные снегопады, да, когда друг у друга их перекупают. Ну, здесь я соглашусь, конечно, но это риск управляющих организаций, то есть они должны были к этому быть готовыми. И, там, зная прошлогоднюю ситуацию, должны были предполагать, что альпинистов на всех не хватит. Так. И? Директора управляющей компании полезут с лопатами на крышу. Нет, смотрите, Алена Александровна, да, 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 смотрите. Ну, вот если не успела управляющая компания по объективным причинам до конца недели очистить крышу, и если ничего не случилось, не дай бог, никто не пострадал, она будет все равно нести какую-то ответственность? Будете вы ее наказывать или нет? Если поступит жалоба гражданина о том, что на крыше есть снег, и мы знаем, что его толщина свыше 30 сантиметров, то, конечно, реакция будет с стороны инспекции. Предписание минимум, да, последует? Ну, да, минимум предписание, максимум административный штраф в отношении руководителя либо в отношении юридического лица. А этот график, план-график, как вы сказали, уборки, крыш, он согласуется с ГЖИ? И вообще по каким принципам он составляется? Где более опасно, где есть свесы, вот так называемые? Какие критерии вычитываются? То есть понятно, что в первую очередь, скорее всего, чистят скатные крыши, да, наверное? Там, где больше людей проходит в непосредственной близости. Графики составляются исключительно управляющими организациями, не согласовываются ни с управляющего, ни с администрацией, ни с муниципального образования, ни с жилищной инспекцией. То есть это абсолютное усмотрение управляющей организации. Естественно, в большинстве случаев берутся в первую очередь это скатные крыши, особенно металлические скатные крыши. И те крыши, где действительно так называемая красная линия, где проходимость ливей достаточно большая. А как вообще, в принципе, в последнее время вы работаете? Есть ли обращения в ГЖИ, жалобы на управляющие компании? Сколько их, я имею в виду, по поводу неочищенных крышей, опасных таких сосулек, свесов? Я, конечно, так сходу не схожу, но, например, по поводу наших мероприятий. В эти выходные праздничные вся инспекция выходила на осмотры крыши многоквартирных домов, в срочном порядке. Оставляли управляющие организации отрабатывать информацию, которую мы им направляли, и, соответственно, вбедили реакцию. Кто-то выходные очистил, убирал сосульки и свесы, кто-то в понедельник эту работу запроводит. Там, где не так страшно и опасно было. В общем, так или иначе... Обращения поступают, отрабатываем в основном обращения с управляющими организациями для оперативности, ну и по прям письменным обращениям проводим проверки. Алена Александровна, смотрю, вот по январю данные, 203 нарушения было в содержании кровель, вами зафиксировано. Вот эти нарушители все бесправили, что называется? Вы как-то следите, отслеживаете это? Да, мы отслеживаем, следим, добиваемся полной очистки крыши, ну или устранения нарушений, практически все это сделали. Ну, есть все-таки те, до которых плохо как-то достучаться. Слушайте, а по вашему опыту, все-таки вот у нас можно так разделить районы Кирова на районы, не знаю, там пионеры и районы аутсайдеры? Да, то есть где у нас все-таки традиционно получше ситуация, а где похуже? Можем ли мы сказать, условно говоря, что там в Вересниках, например, вообще все отлично? Или наоборот, не все отлично? Ну, потому что я оттуда как раз вижу вот эти страшные фотографии, где сосульки с двухэтажного дома чуть ли не до земли свисают. По Вересникам традиционно как раз-таки все не отлично. То есть там традиционно есть проблемы, но чем безопасно в Вересниках, тем, что там шиферная крыша. То есть шиферная крыша, с них снег не съезжает, он постепенно тает на крыше. Но это не значит, что его не надо очищать, и не нужно убирать эти двухметровые сосульки и так далее. Там мы тоже управляющие организации побуждаем, и на Вересниках у нас всегда много предписаний выдается в адрес управляющих компаний. Поэтому однозначно. Так как управляющие организации у нас работают не в определенных конкретных районах, то сложно сказать, здесь прям всегда все идеально. Даже там, где иногда кажется, что все идеально, и мы вроде бы знаем, что там все хорошо, но все равно бывают где-нибудь с балкона или с какого-то еще выступа снег может упасть. Кстати, вот про балконы. Давайте мы как-то напомним, может быть, жителям даже в том числе. Даже неделю назад даже на своем сайте размещала информацию по поводу того, кто должен почистить. У нас история такая, что у нас крыша-то чистит управляющая компания балконы. Я, насколько помню, это собственности жителей. Да. Балконы, если они предусмотрены проектом многоквартирного дома, верхних этажей балконы имеется в виду, то тогда управляющая организация их очистку проводит. Если же мы говорим о каких-то возведенных непосредственно собственниками конструкций, крыш, балконах, то в этом случае это ответственно собственникам повещения дома. Так, понятно. Но, тем не менее, управляющие компании работу по очистке балконов, верхних этажей не всегда проводят. Даже важно, что это ответственные собственники, они понимают, что все равно это ляжет на их плечи, поэтому такую работу они тоже проводят. И управляющим ориентируем все-таки на то, чтобы они не забывали, и это тоже делать. Но там, видимо, не исключается вариант, когда сотрудники управляющей компании, они могут почистить непосредственно козырек, а потом могут предъявить непосредственно собственникам. Да. За работу, да. Да, такой вариант упускается. Да, здрасте, гражданин, мы у вас там почистили. Почистили козырек, а вы нам должны деньги. Вы сейчас нам должны за это заплатить, потому что это собственность непосредственно ваша. Она не была изначально предусмотрена конструкцией дома. Это, я так понимаю, речь идет о пятых этажах, о балконах пятых этажей, пятиэтажек, где обычно крыши делают, да? Да, да, да. Алена Александровна, давайте еще раз напомним, какие меры предосторожности должны соблюдаться в местах, рядом с домами, с крыши, где непосредственно очищается снег. Естественно, сигнальная лента, да? Да, должна быть сигнальная лента обязательно. А в нижнем обществе всегда стоит человек, который предупреждает людей, потому что у нас очень часто бывают те, кто не смотрят на крышу, увидят сигнальную ленту, ее поднимают и проходят спокойно. То есть чаще всего там должен быть человек. Вообще, это относится больше к правилам благой стрессы, нежели к требованиям жилищного законодательства. Поэтому сигнальная лента обязательно. Естественно, в рамках соблюдения безопасности должна быть болтажанная страховка у лиц, которые проводят работу по очистке кровли, но мы часто видим, что этого не делается. Но не делается это только исключительно, потому что управляющая компания считает, что это об оперативности. Но страховка это слишком долго. Ну как долго? Речь же идет о жизни и здоровье. Пристегнуться чем-то? Ну вот так вот. Ничего себе. А привязать себя веревкой к трубе, вот, ну как бы, не знаю. Ну, смотря какая труба. Пять минут. Смотря какая конструкция там. Ну, знаешь, это все-таки лучше, чем вообще без ничего. Нет, я согласна, да. Обязательно должно быть выполнение работы со страховкой, но это мы уже говорим о трудном законодательстве. Техника безопасности, да. Техника безопасности должна соблюдаться в любом случае. Да, еще есть тоже важная история. Это автомобилисты, которые не всегда убирают свои автомобили, например, да, от дома. В момент, когда чистят крышу. И тут уж я не знаю, как там управляющая компания и жители между собой контактируют и договариваются. Но обычно, наверное, управляющая компания должна предупредить жильцов в обязательном порядке, что будет очистка крови, или уберите автомобили. Да, зачастую как раз и бывает, что управляющая компания предупредит жильцов о том, что уберите автомобиль, и будет очистка кровли. Но собственники почему-то эти требования не генерируют, и приходится либо ухитряться как-то сделать так, чтобы не повредить имущество, либо управляющая компания проводит мероприятие по розыску собственника данного имущества. Что вообще затягивает процесс уборки. Либо управляющая просто говорит, что я не буду убирать, потому что вот... Ну, я понимаю управляющая компания, потому что если ледина прилетит в стекло, то это будет чья вина, да. И еще раз напомним, в течение какого срока сброшенный снег должен быть из двора убран? Тут тоже существуют требования? Да, ну там короткие требования, там в течение суток, по-моему, он должен быть выбран. Вот, с дворовой территории, то есть просто расчищен, хотя бы очищенные проходы. Про вывоз мы уже там не говорим, то есть там отдельная история. Вывоз снега – это на усмотрение жителей, опять же, собственников МКТ и управляющей компании. То есть если есть договорный вывоз, вывозят, если нет, ну, складируют, видимо, где-то. Алена Александровна, по истечении этой недели, такой ключевой, контрольной, вы будете готовить некий отчет перед губернатором? Ну, отбукла к губернатору, да, на очередном оперативном совещании в понедельник и, соответственно, там информацию подсказывать. Ну, вы ее опубликуете, мы, безусловно, узнаем. Были ли там нарушения какие-то? Да, конечно. Кто расторопно, кто нерасторопно действовал? В ближайшее время еще опубликуем информацию о проведенных рейдах в выходные дни, о том, сколько нарушений мы установили и как управляющие компании на это отреагировали. Спасибо большое. Алена Дудникова, руководитель Государственной жилищной инспекции Кировской области, была с нами на связи. В авральном режиме, можно сказать, дочистят крыши в Кировской области. Ну, посмотрим, справятся или нет. Я еще больше стал переживать за людей, которые работают без страховки на крышах. Почему? Ну, вот Алена Александровна сказала же, что из-за экономии времени позволяют себе управляющие организации отправлять туда людей, отправлять людей и никаким образом их не понуждать. Страховочные тросы продаются в любом, извините, магазине туристическом. Продаются. Можно, в конце концов, пристегнуть себя к чему-нибудь вот этим вот тросом автомобильным, насколько я понимаю, да? То есть за пряжку пояса там или еще за что-то. Ты имеешь в виду, который не стальной, не жесткой? Нет, нет, нет. Ну, вот мягкий, да, да. Буксировочный, просто пристегнутся и все. Продолжаем нашу беседу. И еще один наш спикер. Игорь Панкратов, руководитель Центра управления регионом Кировской области к нам присоединяется. Игорь Владимирович, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Мы немножко с колес с вами сейчас будем работать, потому что те вопросы, которые я вам вчера писала, я не знаю, на какие из них вы сможете ответить. Будем задавать все. Поэтому, да, будем спрашивать обо всем, что сможете, скажете, что нет, ну, как бы, ну, нет тогда. Вот, смотрите, первый вопрос. Я не знаю, насколько это реально почитать по вашим данным. Количество обращений по качеству очистки кровель в Кировской области от сосулек, от снега и прочих нарушений, оно как-то меняется в динамике? То есть вот можем сказать, что за последние годы стали чистить лучше или наоборот? Ну, смотрите, у нас обращения поступают не конкретно там по сосулькам или по снегу, у нас просто по очистке кровель и таких сообщений мы, понятно, фиксируем. Если мы возьмем там с 1 января по 27 февраля, это вот за вот этот период, то у нас поступило 99 таких сообщений, которые зафиксировала система инцидент менеджмент. А большинство из них, 73, это у нас по городу Кирову. Это, ну, это традиционно именно таким образом распределяются сообщения. Если мы будем сравнивать, тут иногда сложно сравнить, потому что вот эти сосульки, наледь, оно появляется именно в тот период, когда идут перепады температур. Я, ну, там, с холода там на потепление. И с учетом этого... Год на год не приходится, вы про это говорите. Да, то есть в разные... Если мы, допустим, такое же количество посмотрим в 2022 году, то у нас было больше их там в два раза, да. А в 2023, вот именно в этот период, было поменьше. Вот, но по... Вот мы разговаривали с сотрудниками, которые отрабатывают, фиксируют, то действительно сейчас, с учетом того, что этот вопрос поднимается и обсуждается очень часто и на планерках при губернаторе, ему придается большое значение, то качество уборки стало лучше. То есть реакция, ну, где-то и управляющих компаний, не теруправлений, на вот эти сообщения, которые поступают, они реагируют быстрее. Но понятно, что если мы берем по распределению, кому, ну, то есть в зоне ответственности, кого это, или управляющих компаний, или, там, администрации, то 90% это жало поступает по окровлям. Это именно как раз где находится в зоне ответственности управляющих компаний. Понятно, что есть некоторые управляющие компании, которые чаще всего попадают в зону вот критики, и, там, где-то даже из года в год мы про такие компании, ну, имеется вот эти обращения, передаем их в ГЖИ, и они уже там своими мерами с ними разбираются. Но по нашей статистике, то есть качество отработки и скорость отработки стало лучше. А на каких информационных площадках, Игорь Владимирович, чаще всего появляются такие сообщения, стали ли люди больше писать в официальные, да, паблики всевозможных структур, учреждений? То есть мы просто хотим понять, люди вообще понимают, как это работает или нет? То есть пишут жалобы туда, в ту организацию, которая быстро решит их проблемы, или они просто, ну, что называется, пар выпустить и поругаться? Ну, я понял. Вот чаще всего, то есть мы стараемся вообще делать и работать так, и наш центр создан для того, чтобы человек, ну, может быть, не сильно вообще задумался даже, как бы, там, куда писать. Вот мы хотим сделать так, чтобы он писал там, где ему удобнее. Но, конечно, мы призываем и говорим о том, чтобы писать лучше на официальных аккаунтах всех администраций, правительственном паблике, потому что эти паблики, они мониторятся, ну, в системной основе, мы постоянно смотрим и постоянно, ну, естественно, там быстрее, качественнее, то есть поступает информация, человек может получить обратную связь. И в настоящий момент количество вообще вот этих обращений, которые поступают на официальные аккаунты, они у нас возрастают. Вот если мы говорим, что у нас где-то три года назад на официальные аккаунты поступало всего где-то порядка 30% обращений, все остальное мы фиксировали на разных, там, ну, подслушанных, там, и каких-то других, ну, аккаунтах. Ну, популярные городские паблики. Да, то есть сейчас у нас уже практически 70% сообщений мы фиксируем, и вот на них нам жалобы поступают именно с официальных аккаунтов, и это хорошо, и в том числе, и по обращениям. Есть разная система, то есть социальные сети это один из инструментов, которые, то есть откуда получают органы власти вот эту информацию. Естественно, все есть необходимые другие, это где-то можно позвонить по телефону, написать официальное обращение, там, личный прием, то есть все доступны, где как, к какому человеку удобнее, он там и должен обращаться, и дальше уже получать реакцию официально от органов власти. Игорь Владимирович, у нас есть еще пара минут, это зима, у нас, слава богу, без серьезных инцидентов вроде как обошлась, да, обходится, по крайней мере, пока, я имею в виду в плане падения с крыш. Травма для прохожих. Но когда это происходит, не дай бог, конечно, эти сообщения, они у вас на особую заметку берутся? У нас у каждого сообщения, естественно, мы отрабатываем его, когда вот оно поступило, зафиксировано, то есть у нас дается 8 часов для того, чтобы, ну, то есть дать ответ заявителю. Естественно, те сообщения, которые у нас попадают в нашу систему, ну, бывают такие, когда вот человек только что сфотографировал, на какой-то крыше висит вот эта большая сосулька, которая может в любой момент оторваться. Естественно, эти сообщения, ну, то есть направляются, и мы требуем незамедлительного определенной реакции и органы власти, ну, в первую очередь администрация города, потому что самое большое количество сообщений по такой тематике именно у них. Отдача им должна, они стали очень оперативнее реагировать, и иногда там в течение нескольких часов ситуация, ну, то есть меняется, там убирается, и в этом плане мы отмечаем, что да, то есть те сообщения, которые, ну, действительно, мы видим, что это может привести к каким-то последствиям негативным, да, то оно идет намного быстрее, и, ну, реакция власти тоже намного быстрее. Спасибо большое, Игорь Панкратов, руководитель Центра управления регионом Кировской области, был с нами на связи. Убегаем сейчас на перерыв и вернемся через полторы минуты. Дневной разворот снова в эфире и тему снега и непочищенных или уже почищенных во многих местах крыш, мы надеемся, мы продолжаем снова обсуждать. Повод, напомним, дал губернатор Александр Соколов. Кстати, Александр Валентинович отметил, что снегопадов больше не ожидается. Поверим? Будем надеяться, что наш губернатор обладает самой достойной информацией по поводу снегопадов. Сергей Улитин к нам присоединяется, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и председатель Общественной палаты Кировской области Сергей Николаевич, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Да, слушайте, вот у нас к вам такой тоже вопрос, который мы всем гостям задаем. Сначала личная ваша оценка, как, ну, эксперта все-таки отрасли в некотором смысле. Как вам кажется, вот ситуация с очисткой кровель в Кировской области, в Кирове, она с течением лет улучшается или нет? Можем ли мы сказать, что стали оперативнее чистить крыши управляющей компании, что больше внимания этому уделяется? Вот последние лет пять Общественная палата внимательно следит за состоянием крыши и можем уверенно сказать, что если раньше приходилось постоянно инициировать акции «Снег на крыше», «Сосулька опасна», то в последнее время, во-первых, к нам меньше стало людей обращаться, практически не обращаются по крышам. Во-вторых, мы видим, что жилищная инспекция начала информационно эту работу проводить. То есть, как-то эта тема стала сильнее подниматься и состояние очисткой крыши стало лучше. Это за последние несколько лет. Эта зима, конечно, нам с одной стороны снежная, но с другой стороны нет оттепелей. А ведь самые опасные для нас периоды времени – это когда оттепель и снег сходит с крыши. Но они впереди, и очень надеюсь, что управляющие компании так же, как и в прошлом году, подготовились, и, в общем-то, никаких эксцессов не будет. Хотя при этом всем хочу сказать, что несмотря на то, что проводится, на то, что делается, все равно надо быть осторожнее. Снег может копиться в пазухах крыши, формируясь в небольшие ледышки, которые, в общем-то, даже не видно. И при этом быть опасным для проходящих мимо. То есть вот такое немалшево, но теоретически такие риски не в любом случае остаются. Ну, конечно, не вычистить их, да, получается. То есть где-то она там так спряталась, что ее оттуда лопатами не выскрести. Да нет, ну вот тонкий слой снега буквально два дня оттепляло-замерзло, оттепляло-замерзло. Это все по склону, крыша съехала в какое-то такое небольшое место, потом накопилась сосулька, еще раз оттаяла и понеслась крыша. И упала. Ну, то есть если почистить один раз, это вовсе может не гарантировать, да, что здесь не образуется что-то еще. Да, даже хорошо почистенная крыша имеет такие риски, кровляные, вот скартные крыши. Слушайте, это как... Мы, конечно, за все эти периоды жалеем, что наша рекомендация у жилищной инспекции не случилась. Понятно, что сейчас она не очень актуальна в связи с ограничениями. Мы говорили, что контролировать крыши взоро с квадрокоптеров. И даже я знаю, что были планы о покупке квадрокоптера жилищной инспекции, но как-то не случилось. А, это связано с изменениями в законодательстве, да, вот это, то, что... Ну, хотя бы вообще... Да, сложность запуска квадрокоптера, она, конечно, накладывает отпечаток на всю эту работу. Ну, и смотрите, к тому же, а как квадрокоптер вычислят, а действительно... И дышку? Нет, есть там 30 сантиметров и более снега, что с нормативом предусмотрено для обязательно расчистки. Мне кажется, квадрокоптеры сейчас такие, что их можно там отправить с какой-то, не знаю, там, лазерной указкой, лазерной линейкой, и они всё замеряют себе глазом. С радаром, ультразвуковым, да. То есть, вообще, мне кажется, что мы живём в фильме «Терминатор» всё больше, да, вот ощущение такое иногда. Да, Сергей Николаевич, ещё смотрите, такой вопрос. Вот, тем не менее, как бы, вот говорите, что стали лучше, стало больше внимания уделяться и меньше жалоб. Мы не избавляемся вот от этой ситуации. У нас приходит весна, и каждую весну у нас в авральном режиме, значит, вот издаётся распоряжение, бегут все контролирующие там ведомства проверять, управляющая компания, значит, тут друг у друга перекупают этих людей, которые с лопатами на крышу могут залезть, имеют такое право, да, и знания специальные, специфические. Эту проблему вообще реально как-то победить более цивилизованными методами, я не знаю, там, подогрев крыши или, наоборот, не подогрев, не знаю. Теплоизоляция, да, улучшенная. Дома все снести со скатными крышами. Ну, кстати, уж если про дома и про крыши заговорили, да, мы считаем, что капитальный ремонт домов, у которых и верхняя расходка, так называемая, когда труба выходит на чердачное перекрытие, когда они по-хорошему изолируются, это, конечно, снижает накопление сосулек. Это никак не влияет на количество снега на крыше, но сосулек становится меньше. То есть крыша не теплая и не подтаивает постоянно снег и не сливается. Да, да, да. То есть в нашем климате мы всегда будем чистить снег с крыш, мы можем немножко облегчить ситуацию, и в Кире пара домов таких есть, где устанавливаются саморегулированные кабели, которые вот по краю оттаивают, это, в общем-то, ну, пока для нашего региона дороговато. То есть это по периметру крыши делается такая, как бы, теплая лента нагревающаяся, да, которая постоянно... По сути, по сути, да. Топит снег. Потому что у нас же обычно стоят снегозадержатели, и все, что за снегозадержателями, вот как раз вот это и имеет опасность. А тут, получается, сосулька не образовывается, а просто капает с крыши, да, потому что... Ну, она, естественно, да, там... Удивательный элемент он испаряет. Этот же кабель пропускается через водосток, и поэтому она все стекает. Угу. Понятно. Но это не дешевое удовольствие. Так же точно, как гидроизоляция крыш во время капремонта, я так понимаю. Ну, и вообще в целом капремонт крыши. Ну, да, ремонт крыши – это дело дорогое. Ну, вообще, чем меньше людей появляется на крыше, тем дольше она служит без протечек. Это здесь обратная сторона того, что мы потратились. Зато люди с кувалдами... Вот, ну, был же период, когда с ломами люди лезли на крыши. Ну, и для меня тоже очень важно это соблюдение техники безопасности. Вот мы видим в паблике было, что люди ходят практически не огораживаясь по Кировской области, вернее, не привязываясь... Не страхуясь. ...не страховки. Поэтому это, конечно, тоже проговаривается на совещаниях. Ну, вот есть такая профессиональная деформация у людей, когда теряется страх высоты. Ну, с этим надо просто... И кажется, что выросли крылья, но это не так. Ну, а это, так или иначе, не знаю, никто не застрахован от того, что это не выльется в трагедию, да, и там уже вся эта махина законная заработает и начнет выяснять, а кто крайний, собственно, а кто отвечал за технику безопасности, и почему люди не были привязаны. Ну, да. Да. Хорошо, спасибо. Благодарим нашего спикера Сергея Улитина, руководителя Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и председателя общественной палаты Кировской области. Ты там что-то говорила про рекомендации. Да, смотри. У нас есть еще пара минут. Давайте напомним, как действовать. Да, администрация города на сайте своем, насколько я помню, размещала вот эти вот правила, правила поведения горожан в условиях оттепели, потайки и непочищенных крыш. Не выходить. Точек, точек, точек. Да, ну, конечно, можно дома. Не выходите из дома. Сидите дома, тогда точно ничего не случится. Вот. И тем не менее, я просто зачитаю. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, как можно быстрее прижмитесь к стене здания. Ну, ты представь себе, да, вот эту картину. Подозрительный шум, и все такие сразу... Тут можно бесконечно прижиматься к стене здания, потому что чем теплее, тем подозрительный шум. Он все время там, да, сейчас раздается. Да, выходя из здания, не задерживайтесь на крыльце, а быстро отходите на безопасное расстояние от здания примерно на 5 метров. Входя в здание, обязательно поднимите голову вверх и убедитесь в отсутствии свисающих глыб, снега, наледей и сосулек. Слушай, вот это такой интересный совет. Ну, хорошо, я подняла голову вверх, я увидела, что там наледи сосульки, что? Ну, сказала им привет и уходи. Ну, куда? Нет, вполне себе правильная рекомендация, потому что часто вижу, как бабушки, особенно, именно открыв дверь, они здесь начинают сразу и общаться на входе в подъезд. А, ну, прямо под сосульками, да? Да, начинают переживать за них. Понятно. При наличии ограждений и предупреждающих аншлагов обойдите опасное место другим путем, но это понятно. Не оставляйте автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и снежные свесы, от меня, вот, просто совет, вообще не оставляйте нигде. Сейчас рядом со зданиями, потому что даже если там нет сосульок, действительно, никто не застрахован, что какая-то ледышка вам не прилетит. Ну, и еще одна история, которая тоже связана с шумом. Не ходите по улице в наушниках, так как можно не услышать шум падающего снега с крыши. Проблема в том, что если сейчас человек в наушниках, то он уже эту рекомендацию нашу не услышал. Хотя, может, он нас слушает. Да. Так, мы завершаем на этом первую часть программы «Дневной разворот». вернемся с Анной в 13.05 и с темой планов ботанического сада ВятГУ на новый сезон.